Со своей болью и утратой Мария живет больше 20 лет. До недавнего времени женщину мучили панические атаки, тревожность. Сейчас состояние выравнивается. Это эффект лечения в отделении Краевой психиатрической больницы имени Эрдмана. Здесь, на партизанской 147, проходит лечение жителей региона, который находится в так называемом пограничном состоянии. Каждый месяц в отделение обращается около полутысячи новых пациентов. Количество посещений за год больше 22 тысяч. Когда я вошла сюда, я боялась. Думаю, это такое заведение, учреждение такое, что не очень хорошее вроде бы. Но оказалось все по-другому. При назначении таблеток я тоже пугалась, что мне это будет. Вдруг постоянно это будет пожизненно. Но нет. Обыкновенное лечение – это ничего страшного нет. Как представление все имеют, что надо в рубашках смирить не находить. Нет. Депрессия, тревога – все это лечит не только словом и медикаментами. Отделение совмещает в себе функции психотерапевтического кабинета и дневного стационара. В ход идет современное оборудование. Есть программа от бессонницы. Есть программа даже для похудания, которая называется «Полюбите себя». Есть программы для дикой раздражительности, для страхов тревод, от панических атак и так далее, и так далее, и так далее. Там 30 программ. Само не пройдет. Врачи настаивают на том, что даже легкая депрессия может перерасти в серьезное расстройство. Ведь даже под физической болью иногда может скрываться психосоматика. В подсознании наше так утроено, что какая-то травма, которая перенесена, допустим, в детстве или более взрослым, она остается, как говорится, подсознание никуда не уходит. У него это остается глубоко на подсознании. И только в процессе перегрузки какой-то, сейчас вот синдром менеджера, опять же, известный, да, когда много работают, и когда идет перегрузка, он истощается. Уступляется астенический синдром, и на фоне астенического синдрома у него может возникнуть вот это самотофорное расстройство. Записаться к психотерапевту можно прямо через регистратуру. Для этого не нужно направление от участкового психиатра или терапевта. Кстати, сейчас в стране идет неделя душевного комфорта. Хороший повод, чтобы обрести его. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.